Продолжение следует... Предварительно все устроило. Сейчас в этом видео я вам расскажу, как у нас будет происходить с вами процесс оформления, процесс оплаты, какое сопровождение я вам предлагаю, какие советы я вам даю. И мы с вами тогда после этого определимся, будем ли мы с вами сотрудничать. Потому что, напоминаю, что я не всех беру, и вы, соответственно, тоже, я думаю, на просторах интернета выбираете из разных фирм, да, не только меня рассматриваете. Я буду больше говорить про тех, кто обратился ко мне, не имея индийской фирмы, потому что вас, конечно же, будет большинство, наверное, 90%. Но и вскользь буду упоминать тех, у кого все-таки фирма своя. И так, как будет происходить наш процесс работы. Когда вы приняли решение, ответственное, что все, бизнес, виза вам нужна, вы готовы, вы оформляете у меня. Вы мне по WhatsApp или, в крайнем случае, по Telegram, ну, в самом крайнем случае, по e-mail присылаете необходимые для оформления документы. Это фотография вашего лица, которую можно сделать напротив однотонного светлого фона. Пожалуйста, посмотрите на образцы у меня на страничке на сайте. А также фотографию загранпаспорта разворот, чтобы все данные были хорошо видны, тоже есть образец. У кого своя фирма, посмотрите, какое должно быть приглашение, образец на страничке. И заполните анкетные данные. Анкетные данные прямо в WhatsApp можете написать. Ответы, пожалуйста, пункты не пропускайте никакие. И вы очень много и очень часто пропускаете пункт. Где-то адрес пропустите, не напишите, где-то телефон не напишите, где-то индекс не напишите. Нам из-за этого только теряем время. Пожалуйста, внимательно читайте вопросы и пишите ответы. Если у вас нет фирмы, соответственно, да, вы везде, где связано с работой, с фирмой, просто ставьте прочерк. Если у вас нет адреса и подтверждающего какого-то лица в Индии, это последний вопрос, вы тоже ставьте прочерк. Я в этих прочерках пишу то, что считаю нужно для оформления. Остальные пункты еще раз прошу, пожалуйста, внимательно сразу пишите все достоверные данные. Если в данных о родителях у вас, к сожалению, уже нет в живых, вы все равно пишите, как человека звали при жизни, это важно. Последнюю визу в действующем паспорте тоже мне прикладывайте, я оттуда буду переписывать ваши данные. Если эта виза была электронная, то, пожалуйста, найдите печать в паспорте и пришлите мне. Мне нужна первая печать там, где вы визу активировали. Мне оттуда вам нужно будет номер взять, он написан вручную, кривыми индийскими руками. Не всегда различим, поэтому тут мне нужна будет ваша помощь, чтобы вы номер этой визы мне правильно написали. Ее можно найти в вашем файле, который вам присылали. Там тоже этот номер написан печатными, поэтому все мы можем посмотреть. Нужна будет дата активации этой визы и в каком штате, в штате какого аэропорта вы ее активировали. Все это есть на вашей печати. Сфотографируйте мне, пожалуйста, и ее пришлите. Соответственно, если у вас визы нет, либо вы ее не можете найти, так и пишите. В Индии не было, либо не могу найти прошлую визу. Также ответы на эти вопросы анкетные вы можете написать на листочке. Только, пожалуйста, разборчиво, чтобы я вас почерк разобрала, тоже не пропуская никаких пунктов. Сфотографировать и прислать мне. Я просто их прочитаю, это не проблема. Сами вопросы переписывать не нужно. Я уже интуитивно понимаю, на какой вопрос вы отвечаете. Писать можно на русском языке. Я уже тоже сама переведу это все на английский. С этим проблем нет. Вы мне это все присылаете по WhatsApp, Telegram, в крайнем случае на e-mail. Говорите, все мы заполняем. И я составляю на вас приглашение. Приглашение это составляется от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от ситуации с индийскими партнерами. У них там то локдауны, то праздники, то они люди занятые. Поэтому они, естественно, данные ваши смотрят тоже, проверяют, согласны они или нет оформлять. И составляем на вас приглашение. Это занимает, напоминает, нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от ситуации. Пока в это время они составляют это письмо, я, соответственно, забиваю на вас полностью заявку. И потом, когда это письмо мне приходит, с печатью, с подписью, с ихними данными, все как полагается, я заполненную заявку обязательно показываю вам. Чтобы вы посмотрели, заявка действительно заполнена, проверили ваши паспортные данные, проверили, что я добавила вашу фотографию, фотографию паспорта добавила в нужную графу, фотографию вашего пригласительного письма тоже добавила, сможете посмотреть. Вы мне подтверждаете, да, все верно. Потом эту заявку я перевожу в стадии оплаты, ее уже изменить нельзя. Заметьте, что до этого никаких денег вы мне не оплачиваете. Затем я согласовываю со своим партнером-индусом, чтобы он был на связи. Он мне там отписывается, что да, пожалуйста, там оформляй, мы будем на связи. Я присылаю вам ID-номер вашей заявки, я присылаю вам ссылку на официальный сайт посольства и показываю, на какой пункт нужно нажать, чтобы перейти на оплату. Для оплаты у нас есть всего три попытки. Их нельзя, так сказать, прохерить, иначе заявка после этого сгорает, ее заполнять заново. Сами понимаете, не особо-то и охота. Все это заново заполнять, это не так уж и быстро. Плюс я там по 150 раз все проверяю. Вот, поэтому, пожалуйста, подготовьте свою карту. Карта должна быть статус Visa, MasterCard или Maestro. Я советую иметь Visa или MasterCard. Maestro, я не помню, по-моему, я даже не оплачивала. В крайнем случае, там есть еще пункт, что можно оплатить с Vipel. Пожалуйста, подготовьте свою карту заранее. На ней должно быть, если вы россиянин, украинец, должно быть на ней 103 доллара. Если у вас есть долларовый счет, например, карты Тинькофф, Альфа-Банк, это замечательно, потому что вы заранее можете по хорошему курсу перевести в доллары и оплатить у вас ровно 103 доллара и снимется. Если вы другие национальности, там Беларусь или европейцы, вам повезло больше. У вас меньше консульский сбор, он будет составлять в сумме где-то 82-83 доллара, вы их подготовьте. Это, опять же, на сегодняшний момент консульский сбор в любой момент может подняться. Я вам тогда просто скажу актуальную сумму на тот момент, когда вы будете оформлять, какой сейчас актуальный консульский сбор. Пока вот такой 103 и 83 доллара. Значит, проверьте, чтобы эта сумма была на карте. Если вы сидите на игле этого чертова Сбербанка, то, пожалуйста, и в рублях будете оплачивать, подготовьте. По повышенному курсу, с запасом, ну, чуть ли не 8 тысяч у меня у клиентки снялось, которая платила в рублях по Сберу. То есть, сами считайте, какая там конская конвертация и процент. Вот, поэтому я вот вам даю совет, что можно с долларового счета, там, с нормальной карты, например, Тинькофф перевести. Вы переводите, с какой хотите. Вот, значит, подготовьте, чтобы у вас был нужный баланс, чтобы у вас был лимит, потому что бывает баланс достаточный, а лимит вы как-то установили, и что вы уже по нему не проходите. Поэтому проверьте, чтобы по лимиту вы еще проходили. Это второе. И третье, проверьте, чтобы секретный код, который вам придет при оплате, пришел на рабочий действующий номер телефона. Уж тоже не раз были такие случаи, что люди отправляют, а MSMS пришла вообще на другой номер телефона, который у них недоступен. Соответственно, попытка у нас вылетела в трубу. Я даю вам первую попытку пробовать со своей карты. Если, ну вот, совсем вы в этом не разбираетесь, то, ну ладно, фиг с ним, переведите мне, я вам оплачу. Значит, я вам передаю, когда заявка подтверждаю, я вам скидываю ссылку на сайт, показываю, какой пункт вам нужно выбрать для оплаты. И там, кстати же, на этой страничке, можете сразу посмотреть, будет еще пункт «Чек виза статус». Вот поэтому «Чек виза статус» вы потом можете отслеживать статус вашей заявки и сможете ее потом скачать, вашу готовую визу. Значит, вы переходите по пункту вот этот «Pay» — «Pay visa fee». Вводите ваши данные. Когда я вам прислала ссылочку, не всегда она будет открываться сразу на… Вот эта страничка вам покажется. Бывает так, что он глючит, и показывается немножечко другая страничка. Просто перезагрузите, ну, зайдите заново по этой ссылке. И так несколько раз, пока у вас не появится на экране та страничка, которая вам нужна. Выбирайте этот пункт «Pay», по нему переходите, вводите ID номер вашей карты, ой, вашей заявки, которую я вам прислала, дату своего рождения, и переходите на оплату. Там везде в пунктах соглашайтесь и выбирайте из трех банков «Axis», «SBI» и «PayPal». Я пока платила по «Axis», можно, в принципе, и по «SBI». По «SBI» там просто нужно будет еще имя и фамилию ввести, как на карте. Если нету на карте имя и фамилию, то просто, ну, вводите свое на английском языке, тоже нормально проходит. Далее, на этапе оплаты, пожалуйста, не суетитесь, не тыкайте по несколько раз на одну кнопочку, иначе у вас система сбросит, попытка у нас сгорит. Нажали кнопочку, ждем, пока система сработает. Все данные ввели, проверьте их внимательно. Нажали кнопочку, ждете, система сработает, вам придет код смс трехзначный, вы его внимательно вводите, снова нажали на кнопочку, ждете. Далее вам приходит, что платеж прошел, либо не прошел, вы экран этот сфотографируйте, и, пожалуйста, пришлите мне, чтобы я была в курсе, что у нас оплата прошла. Мне придет уведомление, когда вы оплатите, потому что заявку я заполняю на свой e-mail. Для чего это нужно? Для того, чтобы посольство иногда запрашивает какие-то документы, либо что-то пишет. И важно, чтобы это что-то оперативно прочитать и ответить им. Это очень важно, поэтому, естественно, я заполняю все на себя, потому что к вам это может либо в папку спам попасть, либо вы вообще это не увидите, либо еще какие-то обстоятельства. Поэтому заявка заполняется на мой e-mail. И мне приходит подтверждение, когда сразу, когда не сразу, что заявка оплачена. Все после этого мы ждем. Заметьте, я пока ваших денег никак не касаюсь. Мы ждем какое-то время. Часто это сутки. Бывает, если заявка попадет в какой-то праздник, у них редкие праздники, но бывают. Может быть дольше. Пока у меня рекорд менее суток. Антирекорд — это более пяти дней. Реально, пять дней у девочки из Беларуси заявка застряла. Неизвестно из-за чего, вряд ли из-за гражданства, потому что белорусам, в принципе, нормально одобряют. Скорее всего из-за того, что она попала на выходные, но у них нет выходных. Но просто эти выходные подключились в праздник. И, видимо, когда она попадает в праздник, она как-то в ненужную какую-то немножечко к сторону откладывается. И потом ее обратно сложно забрать. Нам начали писать тоже с посольством, мол, мы не можем до вас дозвониться. Тоже это вот важный пункт, почему заполняем на меня, чтобы я очень быстро среагировала. Мы им написали письма, еще раз приложили номера. Хотя индийский партнер говорит, что никаких пропущенных звонков у них не было. Но вы сами понимаете, это Индия, что там со связью. Действительно, может быть, звонок не прошел не по чьей вине. Но, опять же, мы быстро среагировали, написали им письма, индийский партнер тоже сам пытался дозвониться. То есть это все мы отслеживаем, за каждой заявкой мы следим. В итоге через 5 дней все нормально, девочки визу одобрили. Но, конечно, эти 5 дней лично я сидела на иголках, потому что я волнуюсь и переживаю за каждого из вас, за каждую эту визу. Мне это важно, чтобы все были одобрены. Потому что это, ну, и по человеческому фактору для меня это важно, и по фактору тому, что вы оплачиваете только мне. Оплачиваете только за одобренную визу. Если визу не одобрили, к сожалению, консульский сбор сгорел. Почему ее могут не одобрить? Причины могут разные. Начиная с того, что что-то в вашей истории не то, заканчивая каким-то техническим отказом, который возможен даже если у вас все было идеально, хорошо. Такие отказы бывают в любой визе, в туристической, в каждой из виз, которой я занимаюсь, рано или поздно бывают отказы. Их бывает, да, немного, но они бывают. В индийской туристической визе они бывали. Иногда этот отказ пишут, иногда просто вообще ничего не пишешь, и мы вообще не могли понять, из-за чего пришел отказ. Просто пишут, что вам в электронной визе отказано, просьба обратиться за визой в консульство, собрав другой пакет документов. Тут, к сожалению, ничего я сделать не смогу. Сами понимаете, что в моих интересах, чтобы вам визу одобрили. Потому что только после этого вы мне оплачиваете ту сумму, на которую мы с вами обсудили. С этой суммы я уже оплачиваю своему партнеру Индусу и беру свой процент. Пожалуйста, когда мы уже с вами заполняем заявку, вы оплачиваете консульский сбор, позаботьтесь о том, чтобы эти деньги за оформление уже тоже были у вас на карте. Чтобы не было такого, что визу одобрено, а у вас сейчас денежки через пару дней так не годится, потому что у меня тоже есть обязательства перед моим партнером. Я ему должна деньги после одобрения, у нас с ним такой договор, что до одобрения мы не платим ничего и залогов не берем. Это тоже, знаете ли, стоило силы, чтобы так договориться. А после одобрения заявки я ему оплачиваю сразу. Поэтому к вам большая просьба сразу подготовить оставшиеся деньги. Как только визу одобрили, я вам ее присылаю. Вы ее еще раз внимательно проверяете, что все данные верны, национальность верна указана, номер паспорта верна, имя, фамилия верна. Ну, в принципе, вы это все проверили в заявке, но на всякий случай проверяем и в визе. Далее, если у вас какие-то есть сомнения, пожалуйста, зашли в чек-статус, ввели ваш один номер, ваш номер паспорта, и там еще посмотрели, что она у нас одобрена, у вас одобрена, и можете там попереводить все, что вам будет написано. Теперь далее, что входит вообще в сумму, которую вы мне оплатили. Туда входит то, что я вам полностью все оформила грамотно, вписала, где вы работаете, вписала все данные от моей фирмы, также предложила письмо и отправила на рассмотрение. Вот это входит в мою сумму, что я вас проконсультировала, сказала правила. Далее, ребят, вот это внимание, далее я за ручку вас, как детишку, все это время не сопровождаю. Поэтому, пожалуйста, все ковидные ограничения вы узнаете сами. Я за этим не слежу, потому что у меня много другой работы, и я заранее решила, что в мои обязанности это не входит. Потому что по этому сопровождению, вот поверьте мне, мне тогда будут просто кранты, меня потому что все задолбают. А правила эти меняются очень часто, поэтому, пожалуйста, отслеживайте сами эту карантинную ситуацию. Пока на данный момент, когда я записываю сейчас это видео, достаточно только ПЦР-теста, и все, никаких карантинов нет. Но вы отслеживайте, что в каждом штате, в каждом аэропорте могут быть разные требования. Поэтому за этим следите. Опять же, все эти билеты, какие лучше где брать, тоже, пожалуйста, самостоятельно отслеживайте. Далее я вам расскажу всю легенду. Она замечательна, поскольку у нас партнер занимается продуктами питания. Он занимается и продуктами питания, и всякой одеждой, и всякими товарами на экспорт. Также у него есть, кстати, фирма по дайвингу. А, ну так вот, в идеале, чтобы вы там посидели эти 180 дней, желательно, конечно же, поменьше. Уж не сидите тютелька в тютельку, но 170 посидите там, 160, и выйти. Потому что по правилам до 180 дней вам нигде регистрируется в ПРО не надо. Но при этом, пожалуйста, регистрируйтесь в СИФОРМ. СИФОРМ – это вы, когда заезжаете, допустим, к хозяину жилья, да, у кого будете снимать, вы сразу у него попросите, чтобы он вам сделал СИФОРМ. Он, в принципе, почти все знают, что это такое. Вы должны ему дать свой паспорт или фотографию, фотографию визы и фотографию лица. Можете, да, заранее сделать в России эти фотографии, можете, в принципе, там уже в Индии. Чтобы он вам сделал СИФОРМ, зарегистрировал вас, ну и желательно вам ее потом отдал. Я это делала каждый год, когда ездила туристом, и лучше все это делать. Вот, СИФОРМ сделайте. Далее, еще вы мой клиент, если вы собираетесь, да, в течение всего этого срока действия визы въезжать, но въезжать по таким коротеньким, да, там на месяц выехал, там еще на три месяца выехал. Но в сумме, да, считайте, чтобы в календарный год не более 180 дней у вас получилось. Например, вот в оставшемся 2001-м какое-то количество дней, потом выехали, уже считаем в 2002-м, да, не более 180 дней, чтобы у вас было непрерывного нахождения и в сумме. Вот, про этот момент я проговорила. Приглашение и все данные фирмы, хранение – это ваша ответственность. Не храните его просто в WhatsApp или на телефоне, мы знаем, что когда телефон бывает заглючит, обновится, все данные стерлись в WhatsApp, перешлите себе все эти данные либо на мейл, либо ВКонтакте, либо еще где-нибудь сохраните, там, где, если что, вы сможете, допустим, зайдя с другого устройства, с компьютера эти данные снова скачать. Когда я вам данные передала, еще раз напоминаю, это ваша уже ответственность из их сохранности. Также я вас прошу, перед тем, как вы полетели, связаться со мной где-нибудь за денечек-другой, спросить, появилось ли еще, может быть, какие-то новые нюансы, которые я вам смогу рассказать или нет. И просто предупредили примерно, во сколько вы собираетесь лететь. Допустим, если это днем, то я на всякий случай все-таки предупрежу индусу, что вы летите. Пусть на всякий случай будет на связи, если вдруг ему позвонят, тоже подтвердить, что он вас ждет. И за, ну, допустим, недельку предупредите меня до вылета, чтобы тоже спросить меня на актуальность, вдруг у меня есть, появилась какая-то для вас информация, потому что я за всеми уследить не могу, у меня очень много чатов в телефоне, много виз, пусть у меня стран немного, но реально запросов у меня очень много. Поэтому наша с вами переписка уже в этот же день уйдет куда-то в далекие дали, что я не вспомню, что вам нужно написать. Поэтому за недельку до отъезда мне скажите, и где-нибудь за денечек тоже предупредите, что уехали, ну, уезжайте. Насчет обратного билета, спросят его или нет, привлете в Индию, я не знаю. Вроде как не должны спрашивать, у большинства не спрашивают, но могут и спросить. Поэтому тоже это ваша ответственность. Подумайте, будете ли его убрать заранее. Если не хотите, то хотя бы сделайте себе бесплатную бронь, которую можно потом отменить, либо платную бронь, которую можно отменить, и денежки вам вернется. Да, она может дорого стоить, но насколько я знаю, что деньги потом при отмене возвращаются. Либо возьмите возвратный билет, либо гибкий. И тоже насчет этого, пожалуйста, самостоятельно подумайте. Я не знаю, как у вас будет на погранконтроле. И, пожалуйста, потом отпишитесь мне в деталях, что спрашивали, как прошли погранконтроль, чтобы я тоже держала руку на пульсе и других людей смогла консультировать. Значит, следующий момент. Если вы через какой аэропорт ехать, пожалуйста, едьте через крупные. Дели, Мумбаи, Гуа, в идеале через Дели, реально в идеале через Дели. Бангалор, напоминаю, аэропорт Геморный, я через него не рекомендую ехать. Через маленькие аэропорта тоже не рекомендую ехать. Вопросами могут засыпать, потому что они популярны. Лучше всего через Дели. Насчет того, сразу ли брать стыковку в Гуа или несколько дней подождать, честно, не знаю, отзывы разные. Есть, наоборот, те говорят, что да, лучше сразу сделать стыковочку, потому что если они видят, что ты дальше лишь идешь в Гуа, у тебя стыковка, что они типа тебя быстрее как-то пропустят, меньше промурыжат. Это вот есть уже такие отзывы, но в противовесу этим отзывам всегда может быть такое, что по времени где-то что-то задержится, самолет задержит, и у вас билет сгорит до Гуа. Тоже такое может быть, поэтому, ну, может быть, возьмите какой-нибудь гибкий тоже тогда тариф в этом случае. Ну, либо оставайтесь на какое-то время в Дели и, опять же, мониторьте все эти коронавирусники, которые по штатам тоже действуют, кстати. Вот, поэтому, то есть вот эти все беды, мне не важно, чтобы вы понимали, что это все уже на вас. Вот эту всю поездку я вам не буду организовывать. С меня виза, только виза, только виза, и, ну, и обозначить то, что знаю. В принципе, вот я сейчас это на видео вам обозначаю. Пожалуйста, смотрите и слушайте его глазами и ушами, а не другими частями тела, что меня удивляет, когда мне пишут, Тамара посмотрела, послушала вашего видео, и вот такие вопросы, и задают мне все то же самое, что я рассказываю в видео. И мне вопрос, с чем смотрели-то и слушали, ребята. Вот, в принципе, мне кажется, дала я вам актуальную информацию. Надеюсь, что все у всех будет хорошо. Пожалуйста, примите решение, хотите ли вы оформлять у меня, либо действительно пойдете оформить у моих коллег, что я абсолютно не против, потому что мой клиент, мне главное, чтобы вы были адекватны, понимали, что вы делаете, понимали, что бизнес-виза – это только начало вашего квеста, случится может все, что угодно, отказ может прийти, от меня это не зависит, чтобы вы меня потом не трясли. Я тоже не была в Индии очень долго, у меня тоже энергии очень мало, нервных клеток ровно 2,5, я не хочу их лишаться. Ну, спасибо большое за просмотр, надеюсь, вы не устали. Просто дело в том, что всю эту информацию я говорю каждому из вас по телефону, и консультация занимает от полчаса до часа, очень энергозатратно, очень сложно. А видео, я думаю, вы спокойненько посмотрите, и это поможет вам принять решение. Цена у меня, напоминаю, динамична, зависит от того, какой будет консульский сбор, курс доллара. С моим индийским партнером я пока договорилась на хорошую цену, поэтому пока что я ставлю, видите, такую хорошую цену. Почему, вот, еще у меня спрашивают вопрос, почему у других дороже, у меня дешевле, потому что я не знаю, кто как делает. Возможно, те люди, с кем вы общаетесь, они агенты, которые заказывают, на самом деле, визу у других агентов, которые, ну, то есть не сами ее делают. Такое же может быть, такое, как бы, но это правило рынка, никто не запрещал перепродавать свои услуги и на это накручивать деньги. Как бы это, ну, нормально. Понятно, что ваша задача найти подешевле. Вот я делаю напрямую, я делаю полностью сама заявку. Кстати, заявку делаю либо я, либо моя помощница Ксения, она все это знает. Соответственно, если вдруг я не на связи, я тоже где-то иногда путешествую, могу в это время, допустим, кто знает, уже в Индии находиться, периодически быть, а не на связи. И, например, у меня будет стоять на моем российском номере переадресации, вы попадете на нее, это абсолютно нормально, она вас полностью проконсультирует, если на какие-то вопросы она не сможет ответить. Как правило, эта бизнес-виза вряд ли срочная, никто ее не заказывает. А я взял билет, и мне нужно завтра лететь, сделать ими срочную бизнес-визу. Обычно к ней готовятся за несколько месяцев, недель, поэтому никакой срочности нет. Если вам вдруг кто-то из нас не ответил, ну подождите в течение дня, продублируйте еще раз, мы обязательно ответим в течение дня, мы всегда на связи. Либо я, либо вот моя сотрудница Ксения, все вам сделаем, по всем вопросам вас проконсультируем, по этому поводу не переживайте. Так вот, кто-то, может быть, с индусом договорился о приглашении на какую-то большую сумму. Просто мне в моем случае пока повезло, что это хороший мой знакомый. В свое время он несколько лет назад меня нашел по интернету, индус этот, и заказал для своей группы. Соответственно, я ему сделала хорошую цену, мы с ним хорошо провзаимодействовали. И когда я к нему обратилась на счет фирмы, все у нас срослось. У него вот отличная фирма, которая занимается как раз продажами товаров. Это прям вот то, что я искала. Супер повезло. И это, конечно же, я не буду делать супер-супер ниже рынка. Конечно же, если все повысят, то я тоже буду немножечко повышать, но все равно буду стараться цену держать немножечко ниже, чем у своих коллег. Ну, в принципе, вроде бы более-менее все объяснила, все рассказала. Тогда на связи с вами пишите WhatsApp, Telegram. Не паникуйте, не выносите мозг никому. Ни себе, ни мне. Напоминаю, что бизнес-виза – это только начало нашего квеста. Что будет у нас в Индии? Хэй, вузэ. Ну, в любом случае, я думаю, сезон у нас состоится. Это будет бизнес-сезон. И каждый получит там, надеюсь, свои незабываемые впечатления. Надеюсь, они будут больше положительными. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok